Для кого-то пандемия COVID-19 — это конец карьеры, крах и разорения. А для кого-то это новые возможности роста. Управленческий консалтинг, к работе в котором мы готовим, находится где-то посередине, тяготясь же к росту. Что в нем сейчас происходит? Как консультанты помогают бизнесу преодолеть кризис? И можно ли сейчас попасть на работу в консалтинг? Узнал в интервью сотрудников Bain — рекрутинга, консультантов и партнеров. Я Виктор Рогуленко, и вы смотрите канал FLEZ. Саша, позволение, я не буду повторять, что такое управленческий консалтинг. Чем там занимаются люди, зачем они этим занимаются и сколько им платят. В предыдущем видео об этом рассказывал подробно. Так что смотрите. Управленческий консалтинг помогает бизнесу подстраиваться под окружающий мир и находить возможности роста. В текущих условиях подстраиваться приходится всем. И вот лишь пара примеров. Диджитал проект — это разработка стратегии, как телекому развиваться в новом диджитал мире и запускать новые цифровые сервисы, отличные от их текущего продукта. То есть отличные от сотовой связи и от доступа в интернет. Но вы как-то помогаете эти продукты реализовывать или вы больше смотрите со стратегической точки зрения? Скорее со стратегической. То есть в рамках этого проекта было несколько стримов. Во-первых, мы смотрели комплексный бенчмаркинг того, что делают крупные операторы. В частности, допустим, Turkcell организует экосистему целых сервисов, но в то же время смотрели на процессы в команде, чтобы они соответствовали agile и быстро выпускали продукты на рынок. А из кого состояла команда клиента? Клиента состояла из двух департаментов. С одной стороны, это подразделение, которое отвечает за клиентский опыт и за разработку этих продуктов, то есть диджитал-лаборатория. С нашей стороны была такая очень разнообразная команда со стороны Бэйна. Мы также привлекали дейта-сайентистов, которые работали у нас удаленно. Они работали в Южной Африке и Сингапуре. И, в частности, на этом проекте были люди из Америки, из Великобритании, из Дубая, ну и я из Москвы. Дейта-сайентистов. А еще кто из цифровых специалистов был с вашей стороны? Ну, только дейта-сайентисты. То есть там была одна из задач, это проанализировать отток клиентов и выявить причины, почему они, собственно, уходят от этого оператора. И вот эти вот ребята отдельно занимались таким глубинным анализом баз данных и параметров людей, почему они уходят. А, ок, по сути, это тоже такая поддержка стратегического проекта. Это не то, что вы там какие-то сервисы помогали пилить клиенту, вы скорее разбирались в его данных. И чтобы разобраться, нужны были дейта-сайентисты. Да, именно. То есть мы работали на СИУ-1, который отвечал за стратегию и за вот эти вот диджитал-сервисы. Получается, мы поддерживали его по всем, получается, направлениям. И одно из направлений, один из приоритетов его был отток клиентов. На это был завязан KPI у компании. И поэтому это было крупное направление, и много ресурсов направлялось туда. Стратегия сокращения, там не стратегия, а просто там проекты по сокращению затрат. Это не только в авиалиниях происходит, это во многих компаниях происходит. И в принципе на этом у нас даже в Bain очень много IP, как мы называем, каких-то инструментов, которые позволяют это эффективно делать. И это мы делаем уже многие годы. Соответственно, здесь это тоже задача, которая потенциально может попасть для консультантов. Второе – это некие стратегии развития. Что мы будем делать, думать о будущем. Это тоже, как ты знаешь, задача, которую очень часто решают консультанты, потому что как раз у них есть доступ к миру, скажем так, посмотреть, что происходит в других регионах, какие есть бенчмарки, какие есть идеи. Это некий thinking outside of the box. Здесь это тоже, мне кажется, очень сильно пригодится. И третья вещь, но она больше такая операционная, это скорее всего тем, что я, наверное, буду заниматься или буду помогать заниматься. Это уже конкретно помогать структурировать именно конкретные задачи. Вот, например, как департаменты управления сетью или доходами работают обычно в авиакомпаниях. Это тот департамент, который решает, куда летать, по чем продавать и так далее. Обычно они используют какие-то автоматические системы управления доходами, допустим, которые позволяют им анализировать большое количество данных, достаточно быстро, там есть куча алгоритмов. Но все эти системы, они базируются на исторических данных. Много разных алгоритмов. Человек самостоятельно, наверное, не смог посмотреть на всю сеть, изменение цены на одном куске сети, какое влияние будет на другую часть сети иметь. Но при этом эти системы сейчас будут в ближайшее время бесполезны. Почему? Потому что, в принципе, они не сделаны для того, чтобы работать в таких аутических условиях. Сейчас пассажирпоток настолько сильно изменил, что все просто статистические данные, которые эти системы используют, они просто сейчас не нужны будут. Например, эти системы сейчас могут прогнозировать какие-то просто невероятные количество пассажиров на июнь, или на июль, или на август. Мы точно знаем, что это не так. Вот, соответственно, последние несколько лет авиакомпании делали упор на то, чтобы перейти как раз на автоматизацию всех процессов. Потому что они понимают, что с ростом нужно сделать так, чтобы то количество людей, которые у них сейчас есть, могли охватить больше кусок работы. Сейчас будет обратная вещь. Нужно будет отходить от этих систем управления доходами автоматизированных и переходить больше на ручной режим. Но опять же, этот ручной режим... То есть это антидивитализация получается такая. Ну, смотри, это будет частично диджитализация, некий инструмент, можно будет до сих пор использовать. Но, с другой стороны, эти системы, наверное, в целом не смогут помочь принять правильное решение. И здесь как раз я вижу value в нашей работе. Почему? Потому что на место того, чтобы подходить к задаче, как ad hoc, и каждое конкретное решение принимать на базе новых, новых вводных и так далее, мы, с той стороны, можем помочь структурировать эту работу. Да, это будет в ручном режиме, но, опять же, она будет опираться на какие-то данные, на какие-то предпосылки, на какие-то прогнозы. Но эти прогнозы будут делаться не в какой-то системе, там, в revenue management, а отдельно в наших счетах Excel или в других инструментах, которые мы будем использовать. Вот, соответственно, я вижу, что вот это очень такая важная задача, которая будет делаться в ближайшее время. А что сейчас должны сделать консультанты, чтобы помочь ритейлерам и продуктовым, и непродуктовым ответить на эти вызовы кризиса? А продуктовые ритейлеры, мне кажется, там ситуация, вот опять-таки, это, ну, если так практично сказать, это помочь выставить процессы, чтобы вот как раз вот решить проблемы с узкими местами. Вот то, что про цепочку поставок, принятие решения по спросу, процессы, как реагировать на промо, потому что это все часть стандартной цепочки поставок ритейлера, но проблемы, которые раньше могли бы компенсироваться другими путями, они обостряются. И тут главное, что, в принципе, консультанты могут сделать, это помочь, опять-таки, обезопасить персонал, создать вот этот вот кризисный офис для того, чтобы лучше управлять ситуацией, браться за вот эту вот систему agile, браться за конкретные проблемы, конкретные задачи и трудности, с которыми сталкиваются ритейлеры. Но, кроме того, не только этот конкретный ритейлер, а также на базе опыта, скажем, который происходит там с Carrefour во Франции, с Walmart в США. Какие опыты, в Китае особенно, какие опыты, какие проблемы, смотря вперед, что, возможно, произойдет здесь, на базе того, что происходило там, что можно предпринять сейчас, чтобы избежать этой проблемы в будущем. И такие примеры есть. То есть, как бы, если ты видишь, что волна идет в этом направлении, как подготовиться к ней? Возможно, усилить запасы категории, которые там росли. Нам не надо изобретать колесо на базе того, что мы видим, например, в Ухан и в Китае сейчас. Про непродуктовую розницу. Тут, я бы сказал, главная помощь, которой мы можем обеспечить консультанты, тут несколько моментов. Первое – это развитие цифрового взаимодействия с покупателем и с персоналом. Это важный элемент. Ну, кроме кризисного офиса, который тоже актуален, но тут будут схожие вещи. Единственное, по кризисному офису я бы поставил акцент, что больше фокус будет на сокращении расходов. Потому что очень часто, особенно офлайн-розница, она закрыта. И тут вопрос, как обеспечить выживание бизнеса на среднесрочной перспективе. Это конкретный вопрос для многих ритейлеров. Но, кроме этого, выживание и сокращение расходов – это улучшить подход к онлайн-диалогу и онлайн-торговле. И многие сети этим занимаются. Это, например, если мы говорим про косметику, про уход за телом и так далее, некоторые ритейлеры такого небольшого размера, но сети, они активируют намного более агрессивно свои CRM-системы для того, чтобы один на один вести диалог со своими покупателями. Они ведут онлайн-трансляции намного более активно, и в Инстаграме и так далее, показывая разные бренды, разные продукты. То есть они продолжают этот диалог, и у них онлайн-канал, он очень активен, и я думаю, как раз для такой продукции он может сохраниться в дальнейшей перспективе после того, как кризис уже завершится. Потребность в людях, способных помочь компаниям выжить в пандемию, выросла в разы. Конечно, далеко не весь спрос находит отражение в новых проектах консультантов. Расходы-то приходится резать. Как бы сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, просто денег нет. Спрос, он медленнее, чем был раньше, и особенно игроки, которые не самые крупные, они менее готовы. Ну, определенный диалог остается. Вопрос – это диалог в форме проекта или в форме просто взаимодействия и деления опытом, но диалог остается. Ну, я не буду, я могу сказать, да, все хорошо, у нас гигантский спрос. Нет, конечно, все сидят дома, поэтому удаленно, мы все адаптируемся к этой системе удаленного взаимодействия и с консультантами, и с клиентами. Мы с этим работаем и, в принципе, активно работаем, ведем проекты. И, конечно, у клиентов, когда вопрос возникает, инвестиция определенной суммы в проекты, в консультантов, когда происходит ситуация, как я и озвучил ранее, борьба за выживание, конечно, тут процесс такой более долгий и более сложный. Но я ожидаю, что это, скажем, оно, мы адаптируемся к этой новой реалии, и проекты продолжаются и глобально продолжаются, так и в России продолжаются. С одной стороны, получается, что консультанты очень нужны, но, с другой стороны, денег на них у многих компаний нет. Что это означает для консалтинга? Рост или коллапс? Видимо, все-таки первое, поскольку планы по набору новых сотрудников у BN не изменились. Первое, у нас пока что не изменились планы по найму. То есть мы продолжаем искать, и у нас цель набрать такое же количество ребят, которые мы для себя установили на начало года. Мы сейчас планируем выход на лето. Скорее, наверное, июль. Такой у нас сценарий. Да, ребята, у которых были афера подписаны на выход в апреле, мы с ними, соответственно, поговорили и договорились тоже про лето. Самый интересный вопрос, который есть на повестке дня и у нас, и у наших коллег других офисов, это вопрос летних стажировок. То есть непонятно в текущей ситуации, что будет с летними стажировками для начала. Пока что мы живем в парадигме, что стажировки состоятся, но вот каким будет формат этих стажировок, мы не знаем. У нас есть инициативные группы, которые разрабатывают разные сценарии. От сценария, где в июле все-таки жизнь вернется чуть более-менее к нормальной, мы просто выйдем на работу, то есть стажировка в июле начнет, до сценария полностью виртуальной программы. Стажировка по Zoom. Это прям, конечно, интересно будет. Вот этого мы не знаем. Резюмирую. Текущую ситуацию не назовешь расцветом консалтинга, однако крах его тоже не ждет, а скорее даже наоборот, взрывной рост конкуренции кандидатов на позицию консультанта. Ведь к людям, давно метящим в консалтинг, добавятся армии тех, чьи карьерные лестницы в других отраслях поломала пандемия. Возникает вопрос, в чем теперь заключается отбор и как его пройти лучше других кандидатов? Бэйн теперь, как и многие из нас, живет в Zoom. Там проводятся командные звонки, там коллеги собираются по пятницам на традиционной офисной посиделке, и там же проходят вебинары консультации для кандидатов. Вебинары бывают раз в пару недель, так что запросто сможете поучаствовать, если захотите. Было бы желание. Что же касается отбора, то главной жертвой коронавируса стал письменный кейс. Его больше нет. Ему на смену пришел джимат-лайк-тест и видеоответ на вопрос. Это как в TOEFL, только похитрее. Это микс вопросов, основанных на каком-то кейсе, где у тебя есть множественный вариант выбора ответа, плюс это немножко математики, и плюс это необходимость записать видеоответ на английском языке на два вопроса. О, интересно. Это по сути что-то похожее на джимат, но еще с видеоответом. Да. То есть видеоответ дает нам возможность, во-первых, английский проверить. То есть здесь кандидаты обязаны записывать ответ на английском языке, мы их можем послушать. Но и вопросы, они чуть более интересные, чем просто расскажи о себе. То есть, ну, например, расскажи пример самого сложного фидбэка, который ты когда-либо получил. Согласен ли ты с этим фидбэком? Какие уроки ты из этого вынес? А вот эти вопросы, они возникают неожиданно для кандидата? Ему нужно срочно придумать ответ? Или есть некий пул, к которому заранее готовишься? Заранее сами вопросы мы не озвучиваем, но в момент, когда кандидат находится уже в тесте, он видит вопрос, и у него до старта записи есть порядка пяти минут, чтобы подготовить свой ответ. Он может подумать, что он хочет сказать, набросать себе тезисы какие-то, и только после этих пяти минут начинать запись. А как долго запись длится? Сколько нужно рассказывать? Две минуты на вопрос. Что нам хочется услышать? Во-первых, речь без большого количества ошибок. Во-вторых, это должна быть связанная история какая-то. То есть мы должны в этом ответе услышать, условно говоря, завязку, ситуацию, какой-то ответ. Как и в кейсах, консультанты любят структурированный, структурный подход. То есть это должна быть такая, скажем так, четкая история какая-то. не набор рандомных мыслей, а все-таки спокойный, выстроенный, логичный ответ. Он не обязательно должен быть прям суперразвернутым. Пусть он лучше будет лаконичней, но пусть он правильно, хорошо прозвучит. То есть грамотно, по возможности, без ошибок, не с самым бедным вокабуляром. И вот важна все-таки суть этого ответа. Суть. После теста идут, как обычно, интервью. Естественно, тоже по Zoom. Содержательно они не сложнее очных собеседований, но требуют некоторой подготовки. Во-первых, убедитесь, что у вас отлично работает интернет, микрофон и наушники. Технические глюки могут стоить вам нервов. Во-вторых, обзаведитесь планшетом или хотя бы хорошей веб-камерой, чтобы рисовать структуры. Они повысят качество вашей презентации. Вот. Такой планшет стоит всего 5000 рублей. В-третьих, не молчите. А еще лучше, научитесь расставлять акценты голосом. По видеоконференции сила невербальной коммуникации падает. Поэтому пользуйтесь вербальной. В подготовке мало что меняется, кроме возрастающей в разы конкуренции. Теперь проходить интервью с легкостью могут кандидаты из разных городов и стран. А не только Москва и Питер. Конкуренция за каждое место рабочее будет выше. А это значит, что важность подготовки к интервью, она там вырастает по экспоненте просто. Работатель будет, ну и, наверное, мы не исключение, мы будем в позиции, где мы можем перебирать. Мы можем искать долго, позволить себе, пока не найдем идеального в наших глазах кандидата. Поэтому подготовка, ну вот, катастрофически просто важна, мне кажется. Я понимаю, что мне, наверное, не очень хватало вот этой вот, скажем, системной водной, но я сейчас помню, что, с одной стороны, я вот говорю, мне не хватало, мне, наверное, как раз хватило, потому что у меня была Аня Саакьяна, я как-то по великой случайности, по счастливой случайности ее встретила, и она мне как-то все вот выдала, рассказала, что есть, что там, с каким материалом ознакомиться и так далее. Но мне кажется, многим ребятам просто не очень хватало вот этого первого понимания, что вообще такое решать кейсы и с чего начать. Аня, кстати, ведет в Афлес курс по структурированию. Записаться на него можно по ссылке в описании к видео. Там же можно записаться на наш новый интерактивный курс Case Copilot, который поможет набрать отличную практику за неделю плотной работы в удобное для вас время. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Теперь такой вопрос. Вы бы хотели увидеть прямую трансляцию с Bain в стиле моих офисных часов, в рамках которых мы бы обсудили с коллегами из Bain ваши вопросы? Если да, пишите в комментариях Office Hours Bain. Наберется достаточно желающих? Сделаем. Не забудьте полайкать видео и рассказать о нем друзьям. Если понравилось, конечно. А если не понравилось, рассказать мне об этом в комментариях. Спасибо, что смотрели. До скорого!